В регионе стартовала неделя детской книги. В преддверии весенних каникул она проходит по всей стране. В стране эта традиция живет еще со времен Великой Отечественной войны. Для внуков в 40-е годы книги были спасением. Сказку «12 месяцев» Самуила Маршака, например, тогда читали даже взрослые. Она была тем самым светом, который помогал выжить. В Белгородской области старт недели дали в театре кукол для детей и их родителей. Это отличный повод познакомиться со свежими изданиями, встретиться с современными авторами. Не только белгородскими, но и столичными. И там, к своей радости, мы обнаружили, что утверждения, будто современные дети не читают, это миф. Расскажи, пожалуйста, какая твоя любимая книга? «В стране невоученных уроков». Понял, что надо хорошо учиться. Моя самая любимая книга – это сказки Пушкина. «Барбас и жулька». О чем? О собаках. Моя любимая книга – «Приключения незнайки и его друзей». Так, и чему ты научился благодаря этой книге? Я научился благодаря этой книге тому, что не нужно никого обзывать и нужно, прежде чем делать, что-то думать. Не вести себя, как незнайка, да? Да. Моя любимая книга – это «Белый клык», автор Джек Лондон. В этом рассказе рассказывается о выживании в Антарктиде и волках. Ах, серьезная книга, во сколько же ты лет ее прочитал? Я ее еще начал читать в 8 лет, мне папа читал. Она очень интересная, всем рекомендую. А кого ребята выбирают из современных авторов? Белгородская библиотека Лиханова провела голосование. Какая из 50 современных книг наиболее интересна самим маленьким читателям? Второй год подряд в лидерах детская писательница Юлия Кузнецова. Она смогла приехать в Белгород лично, чтобы встретиться со своими читателями. А для нас Юлия была прежде всего интересна как автор, чрезвычайно полезной для родителей книги о том, как приучить ребенка к чтению. А еще лучше влюбить в него. Главные вопросы мы задали в БЛИЦ-интервью. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Вы написали очень интересную книгу. Она называется тоже «Необычная расчитайка». И речь в ней о том, как приучить ребенка к чтению, как полюбить чтение. Вы сама мама, у вас жизненный опыт, и книга основана на вашем жизненном опыте. Почему для вас было важно написать такую книгу? Да, я мама, у меня трое детей. И мои старшие дети однажды, у них был такой период, когда они не любили читать. Просто им интересно было слушать чтение вслух, но сами они читать не хотели. Я обратила на это внимание и решила, что мне необходимо просто помочь детям полюбить самостоятельное чтение, полюбить чтение книг. И я начала работать, начала пробовать разные способы. Я подбирала специальные книги им под интерес, следила за тем, как они читают, за их скоростью чтения, подбирала им специальные книги, такие, чтобы им было удобно читать. Создавала для них домашние книги, подбирала им общение такое книжное, вокруг них выстраивала. И весь этот опыт как раз и лег в основу книги. И книга оказалась очень востребованной. Я сама не ожидала такой совершенно невероятный, мощный ответ от родителей, у которых точно такие же проблемы. Юлия, но вот вы можете родителям дать несколько самых важных советов, как помочь ребенку полюбить чтение? Прежде всего, не бросать чтение вслух, когда ребенок идет в школу. Это часто бывает, что ребенок, как только ребенок учится читать сам, родители говорят, все, хватит, ты уже взрослый, ты дальше, дальше я читать тебе не буду, ты дальше читай сам. И, соответственно, дети сразу теряют интерес, потому что им читали, 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 такая волна была чтения, да, а потом бац, перестали читать. И они сразу думают, ну все, можно книгу отложить, да, совершенно легко. Необходимо обязательно просто читать свои взрослые книги при детях. И если родители читают с телефона, то пусть они, родители должны говорить, что это книга, я читаю книгу, а не там играю в какую-нибудь, да, игру и так далее. Что еще очень важно, важно обсуждать книги с детьми, это необходимо совершенно. Взрослые моего поколения, они немножечко такие растут с такой небольшой, что ли, травмой, их спрашивали в школе, что хотел сказать автор, они не знали, что хотел сказать. И после этого обсуждение книг для них закрыто, они думают, что обсуждать книги сложно, тяжело, неприятно и так далее. И книги стоит включать вот в семейный уклад как подарки, потому что в последнее время, что обычно дарят детям набор для творчества, лего, да, вот эти все удобные вещи, а книги вроде неудобно, мало ли не угадаешь. Главное подбирать под интерес, а книжек сейчас огромное количество, можно на любую абсолютно тему найти, роботы, это динозавры, пираты, все что угодно. Я вот заметила, что маленькие дети очень любят энциклопедии, у меня сын обожает их. Это действительно очень полезное и удобное чтение, потому что в детских энциклопедиях, а сейчас тоже масса красочных энциклопедий, информация подана очень удобно, да, то есть картинка и тут же такой небольшой фрагмент текста, который помогает что-то понять. А вот пересказ книги работает в этом плане, чтобы полюбить чтение? Пересказ, безусловно, помогает тоже, но когда он в дружеской такой спокойной обстановке, ни из-под палки, ни когда так, тут-то ошибся, вот тут ты сказал не так, и ребенок сразу чувствует, что, ой, это какая-то область непонятная для меня, я лучше так делать не буду, лучше я не буду пересказывать, потому что меня ловят, я ошибаюсь, я не хочу, мне этого хватает там в школе, например, когда ребенок пересказывать, то есть лучше задавать ему интересные вопросы, которые он сам хочет отвечать. А что случилось с героем? А похож ли этот герой на кого-то из твоих друзей или на тебя? Вот эти такие личные вопросы. То есть больше расспрашивать о ребенке в контексте книги. То есть сюжетную линию переносить немножко в жизнь. Да, именно в жизнь ребенка. То есть искать такие соответствия, которые в его жизни, которые помогут ему запомнить этот сюжет этой книги. И тогда, особенно если мы обсуждаем характеры героев, да, то дети сразу как-то легко привязываются. О, этот герой похож на папу, а этот герой похож на меня, а таким я хочу быть, а таким я быть не хочу. Вот стало интересно, как вы относитесь к электронной книге? Вот восприятие электронной книги и обычной, живой, когда можно перелистывать страницы, что для ребенка лучше, по вашему мнению? Дело в том, что, на мой взгляд, если ребенок читает книги электронные, если они безопасны для глаз, если окулист не против того, чтобы ребенок читал электронные книги, то, пожалуйста, они действительно... Сейчас я постоянно сталкиваюсь с тем, что родители говорят, мне проще купить ему электронную книгу. Во-первых, это дешевле, место меньше занимает, в дорогу удобно брать. То есть людям это удобно. И я совершенно ничего не имею против. Но чаще всего речь идет, конечно, о детях, ну, скажем так, лет 9-10 плюс, даже, наверное, 10 плюс. Потому что все-таки те, кто помладше, они предпочитают сами бумажные книги, им приятно переворачивать, да. Чтению мешают не электронные книги, а игры, гаджеты, мультфильмы, клипы, вот эти вот все вещи, то есть когда ребенок проводит время перед экраном. Нужно вот здесь быть очень осторожным. И я всегда прошу родителей не противопоставлять гаджеты книги. Они говорят, убери свой планшет, лучше бы ты книгу почитал. То есть тут же мы противопоставляем, и мы сразу закладываем на ощущение, что книга — это что-то скучное, неинтересное, а гаджет — это что-то прекрасное и чудесное. И вот мечтать будем о гаджетах, а не о книгах. Сегодня в магазинах есть много литературы современной, порой основанной на мультиках, зарубежных иногда, где и литературный язык оставляет желать лучшего, да и смысловая нагрузка. Вот как нормальным книгам конкурировать с такой литературой, ну, пожалуй, посредственной? Огорчает прежде всего, что они рассчитаны на тех родителей, которые не глубоко погружены в тему современной детской литературы. Они бегут с работы, забегают в книжный, видят вот эти вот такие картинки, вспоминают, ага, он такой вот мультик любит, смотрит, да, значит, хватает и бежит, и приносит книгу ребёнку. Родителям необходимо совершенно следить за тем, что выходит хорошего, читать обзоры. Есть несколько рекомендательных сайтов — это Библиогид, это Пап Мамбук, да, и такие в интернете порталы крупные, где выкладываются обзоры хорошей, качественной литературы. И вот мы, писатели, тоже этим пользуемся, смотрим, какие книги сейчас предлагаются. Вот, или в библиотеку просто зайти и спросить, что вот хорошего, нового, качественного сейчас вышло. Библиотекарям с радостью помогут подобрать ребёнку книгу, а потом уже, если она понравится, её можно будет как-то купить и найти, и так далее, например. Я как мама обязательно возьму на заметку. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Ну, это советы от писательницы и мамы троих детей, основанные на собственном опыте проб и ошибок. А что говорят специалисты-психологи? За пошаговыми рекомендациями, как не спугнуть интерес к чтению, мы обратились к эксперту. Самое главное — это не принуждать детей к чтению специально, не заставлять их, не усаживать, чтобы это не превращалось в насилие. Разумеется, книги нужно подбирать в соответствии с возрастом ребёнка. Малыши, например, от рождения, уже можно с рождения использовать книги, и лет до трёх они очень любят потешки, они любят короткие истории, там, где много картинок, там, где можно порассматривать. Если ребёнку, например, не нравится смотреть книгу, не нужно его заставлять, опять же, да, можно рассказывать ему истории. Мама в этом возрасте для ребёнка, она работает как радио и рассказывает, что вокруг есть. Когда ребёнок уже более старшего возраста, дошкольник, да, 4-5-6 лет, у него появляются разные интересы. И мы можем этим пользоваться и давать ему книги. То есть, например, мы увидели на улице, я не знаю, улитка ползёт. Он посмотрел, там, как-то потыкал её палочкой, ему интересно, кто это. А мы говорим, а давай про это почитаем. Есть книжка. И мы берём книжку и читаем. Бывает так, что родителям не нравится то, что ребёнок хочет читать. Ему не нравится, родителю не нравятся интересы ребёнка. Например, ребёнок читает комиксы про каких-то там героев, дерущихся, а родителю хочется, чтобы он читал Пушкина. Ну, Пушкин — это замечательно, но если у ребёнка на данный момент ему актуально читать про супергероев, нужно дать ему комиксы про супергероев. Малышам мы читаем активно, используя интонации на разные голоса. Дети более старшего возраста, школьники, им это уже не нравится. Когда родитель так кривляется, это уже не нужно. То есть мы просто читаем его воображение достаточно для того, чтобы самому достроить эту картинку. И если с малышами мы просто читаем им, то с теми детками, которые умеют читать сами, мы дочитываем до какого-то интересного момента и говорим «всё». И ребёнок берёт книгу и уходит дочитывать сам, потому что ему важно узнать, что же произошло дальше. А что же говорит реальная статистика? Любят ли современные дети читать? По данным лаборатории социокультурных образовательных практик Московского государственного педагогического университета, каждый день читают более 40% подростков. Но это в основном обязательная школьная литература. Художественная в радость лишь каждому третьему. У всех любовь к чтению начиналась с той самой первой книги, которая произвела самое сильное впечатление. В социальной сети Мира Белогория мы спросили, какую книгу из детства стоило бы сегодня прочесть каждому ребёнку. Когда чуть подрос, зачитал до дыр всего Джеральда Даррелла. Страшно хотелось посетить места, о которых он писал, и увидеть местных животных. Чуть раньше в любимых был Николай Носов со своими рассказами. По ним я учился варить кашу и выбирать в лесу ёлку. Когда я закончил первый класс, на мой день рождения родители пообещали подарить мне ролики. И вот долгожданный день, 15 июня 2015 года. Я подскакиваю утром, а на столе в моей комнате две книги. Тимур и его команда и 20 тысяч лье под водой. Сказать, что я расстроился, не сказать ничего. Зашла в комнату мама с роликами в руках и сказала, что пока я не прочту одну из книг, основной подарок не получу. Тимура и его команда была поменьше, поэтому я взял её. Но уже часа через два я понял, как ошибался. Вот он, основной подарок. У нас был двухтомник сказок народа в СССР, и перед сном мама читала мне парочку оттуда. И разъясняла заодно, что такое тюбетейка, свирели и другие непонятные вещи. Эти две книжки я подарил племяннице. Читать пока не умеет, но слушает с открытым ртом. Я тоже с вами поделюсь. У меня любимая книга из детства «Маленький принц». Именно благодаря ей я полюбила читать. Сегодня она помогает мне иногда возвращаться в детстве. Мне кажется, это очень важно, потому что, будучи взрослым, иногда забываешь, как это — радоваться простому, не быть расчётливым и видеть главное сердце. Если любиться в чтении в детстве, эта любовь никуда уже не уйдёт. Это подтвердило наш уличный опрос взрослых. Иуда Искариот, автора, честно говоря, не помню. А что бы вы сказали об этой книге? Я бы сказала, что она очень необычная и переворачивает взгляд на привычную нам Библию, понимание её. Пожалуй, мастер и Маргарита. Почему? Не знаю даже, честно, не знаю. Но когда стала читать, настолько захватило, что даже вот когда она заканчивается уже стала, вот жалко очень было, что она заканчивается. Я очень люблю и читаю, и с удовольствием с большим, книги для родителей по воспитанию детей. Всем очень рекомендую родителям почитать книги Карлоса Гонсалеса. Это книги прекрасные. Александр Дюма «Дама с камелиями». Почему именно она? Ну, книга действительно жизненная, она заставляет посмотреть на вещи по-другому совершенно. В последнее время я читаю книгу сейчас, в данный момент, «Ветка Сакуры» Овчинникова. Очень интересна, потому что рассказывает о бытии и устройстве Японии. Мне нравится Алексей Иванов, например. Вот Географ пропил глобус. Почему именно она? Ну, вообще нравится. Язык нравится Алексея Иванова. Очень приятно его читать. Очень люблю Алексея Иванова из современных авторов. В данное время я читаю только книгу, которую нам сдают читать по программе. У меня нет ни другого времени, но если так, то Достоевский. Преступление и наказание. Почему? Ну, я считаю, что там показано то время, отражено историческое, именно что было в те времена. И много можно туда вынести морали, например. Этим эфиром мы невольно подтвердили, что Белгородская область в пятерке самых читающих регионов России. Кстати, еще один факт. В регионе не закрылась ни одна детская библиотека. Ну и напоследок вспомнили слова известного писателя Григория Остера. Детям нужно читать не нотации, а книги. Давайте запомним и будем учиться применять это простое правило.